Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о бывшем тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале, который был уже официально объявлен как наставник «Гранады». Сейчас он становится частью вот этого нового проекта, потому что «Гранада» будет перезагружаться, команда сейчас будет строиться под некие новые основания, будет пытаться вернуться в высшую лигу, и здесь заключен контракт, ну так скажем, с намеком на определенное будущее. Если Абаскальт сможет вернуть команду в элиту, то будет продлено соглашение автоматически, и плюс к этому, как видимо, будет еще и серьезное капиталовложение в виде новых трансферов и всего остального. Так что Абаскальт попал, да, в команду, которая только что вылетела из элиты, но имеет по-прежнему серьезные цели на будущее. И давайте обсудим, что же там интересного в этой «Гранаде» сможет ли Абаскаль вернуть команду в элитный дивизион, и сможет ли он, ну так скажем, получить новый шанс в своей карьере вместе с этим андалусийским коллективом. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно публикую статьи и заметки на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании «Пари», а именно фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена, ну и вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Итак, вообще хотелось бы отдельно отметить, что слухи про то, что Абаскаль мог стать новым тренером Удинеза итальянского, такие слухи были, они сейчас косвенно подтвердились тем, что Абаскаль стал тренером Гранады. Какой в этом смысл? Да очень простой. Дело в том, что Удинеза наравне с Уотфордом и наравне с Гранадой – это клубы, вот так скажем, братские. Они принадлежат, либо принадлежали, там очень сложная система, одному и тому же итальянскому семейству Поццу. То есть здесь очень часто мы видели, как футболисты перебирались из Уотфорда в Гранаду, из Гранады в Удинеза и так далее. Поэтому здесь, ну, вот знаете, как у Жирона и Манчестер Сити, взаимодействие на уровне владельцев. И в этой ситуации, ну, я могу предположить, что в какой-то момент Абаскаль планировался как тренер Удинеза, потом нашли тренера посерьезнее, потому что все-таки Удинеза в высшей лиге, и отправили Абаскаль в Гранаду. Учиться и ума набираться. Может быть, в будущем он в Удинеза и переберется, такое вообще не исключено. Так что, как я уже сказал, Абаскаль попал в серьезную систему, и сейчас Гранада, конечно, вылетела в низшую лигу, но определенной, наверное, надежды на возвращение у них есть. Как я уже отметил в одном из предыдущих роликов, Гранада находится в тяжелой ситуации с точки зрения того, что они растеряли очень многие ценные активы. От них ушли звездные молодые футболисты, вроде Амародиона, который теперь выступает за Атлетику, или Сарагосы, который отправился в Баварию. Это действительно очень молодые, перспективные ребята. Вот сейчас они уехали из Гранады и перешли в другие клубы. Это, конечно, удар по коллективу, плюс к этому ушло много других футболистов после вылета. Но даже с учетом всего этого, Гранада имеет состав, который может быть по меркам Ла Лиги, Высшей Лиги, так себе, но по меркам низшего дивизиона, Второй Лиги, вполне себе. И если ориентироваться, например, на предыдущий сезон, Ла Лиги 2, как сейчас называется Испанская Сегунда, то есть Вторая Лига, то у них там весьма интересная ситуация. Вальядолит и Испаньол вылетели из Высшей Лиги. И вот, пожалуйста, Вальядолит уже вернулся в элиту напрямую. А что касается Испаньола, сегодня, вот в день записи этого видео, Испаньола играет в финале стыковых матчей с Реалом Авьеду за право, опять же, вернуться в Высшую Лигу. Провалился из вылетевших клубов только Эльчи, который свалился на 11-ю позицию. Но Эльчи — это и команда такая весьма специфическая, без таких традиций и финансовой мощи, как, например, Эспаньол и Вальядолит. Поэтому здесь было понятно, что команда вряд ли быстро вернется. А так вот, пожалуйста, посмотрите, сейчас команды, свалившиеся из Высшей Лиги, в принципе, имеют неплохие шансы сразу в нее вернуться. В Испании вот такая ситуация сейчас во втором дивизионе. Там не такая мощная конкуренция, как в свое время, когда второй дивизион просто регулярно обновлял первую лигу. И здесь, ну, как бы это сказать, команды, вылетевшие, очень часто шли дальше на понижение. Сейчас, ну, в Испании есть определенный финансовый кризис, поэтому небольшие команды из второй лиги, они подвисают в плане финансов. В этом плане более надежные финансовые клубы из первого дивизиона, они достаточно быстро как раз и возвращаются. И Гранада в этом смысле проект все-таки перспективный, потому что у них серьезное финансирование тех самых Потсуа, у них серьезная база есть, и у них, в общем-то, есть определенный расчет на то, что они быстро вернутся, и там уже Абаскаль будет строить команду под высшую лигу. Поэтому и контракт прописан под эту ситуацию, поэтому здесь и определенные даже слухи были про то, что Абаскаль рассматривался изначально как вообще тренер для Удинезы, для команды из высшей лиги Италии. Так что здесь, с одной стороны, да, Гранада в тяжелой ситуации, с другой стороны, проект может быть достаточно серьезным. Посмотрим, насколько они развернут трансферную кампанию этим летом, для того, чтобы обновиться, для быстрого возвращения высшей лигу. Очень важно то, что Абаскаль человек не чужой для Андалусии, прям скажем. Конечно, он не чужой для Севильи, но, в принципе, Севилья, Гранада, это города в чем-то похожей, на самом деле, по своему духу. И, как бы это сказать здесь, Абаскаль уж точно будет чувствовать себя своим, в своей тарелке, в отличие от России, где он в какой-то момент, видимо, потерял в первую очередь нити управления коллективом. Начались там скандалы, истерики со стороны футболистов, Соболев там на завтраке не ходил и все остальное. В Испании Абаскаль не получит, наверное, вот такой вот обстановки внутри коллектива. А касательно тренерских навыков, ну, мне всегда казалось, что Абаскаль очень приличный наставник. Да, середняк по европейским меркам, но, в принципе, это человек со своим видением футбола, со своей тактикой, со своей стратегией. Когда внутри Спартака было все в порядке, когда внутри коллектива было все окей, Абаскальевский Спартак был очень симпатичной командой. Так что здесь, в Гранаде, если не будет какого-то кипиша внутри коллектива, я думаю, Абаскаль должен показать результат. Ну, а дальше что? Высшая лига, может быть, в Сельту назначат главным тренером. Вот у кого-то будет истерика. Сразу видео из туалета, кого вы берете в Сельту. Это невозмутимо, да как так? Я надеюсь, вы поняли, на кого намек идет. Ну, а дальше посмотрим. На самом деле, возможность зацепиться за клуб из низшей лиги с хорошими амбициями, это тоже хороший шанс. Вот бывший Спартаковец Ваноли сейчас возглавил Венецию. Ну, команду, которая тоже вылетела из серии А в серию Б. И было понятно, что у команды амбиции-то хорошие, и они хотят возвращаться оперативно в высшую лигу. И возможности есть. И вот, пожалуйста, Ваноли уже в высшей лиге будет работать сейчас. Ну, а это максимально серьезно в топовом чемпионате. И у Абаскаля тоже есть возможность это сделать. Посмотрим тогда на тех людей, которые рассуждали о том, что Абаскаля — это никто, звать его никак. И вообще то, что он был тренером Базеля — это тоже фигня. Это колхоз какой-то. Правда, колхоз, который выступал в плей-офф Еврокубков вместе с Абаскалем. Ну, то такое. Поэтому лично я буду искренне болеть за Абаскаля, искренне обрадуюсь, когда он, а я думаю, это произойдет, вернет Гранаду в высшую лигу. Посмотрим тогда на тех умников, которые рассказывали про то, что это никудышный рыжий бес, который не должен быть вообще тренером в пейнсе.